Продолжение следует... 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 на такие светлые полосочки, на коже, такие как бы, ну, рубцовая ткань. И почему он самый главный? Потому что он неисправимый, то есть он как бы портит внешнюю картину, и бороться с ним практически нельзя, потому что способы лечения либо очень дорогостоящие, неэффективные, либо, например, хирургическое вмешательство может оставлять шрамы. То есть, соответственно, зачем удалять растяжки, если мы рискуем получить шрамы вместо них, поэтому вот самый мой большой недостаток, это растяжки. Вот, второй мой недостаток, самый большой, как я считаю, это мишки под глазами. Они очень большие, заметные, вот особенно, когда я смотрю вниз, да, такая тень очень сильная. Я, конечно, стараюсь с ними бороться, спать дольше, маскировать их, но все равно, вот, если бы их не было, мне кажется, я бы намного лучше выглядела. И третий мой комплекс, который меня, точнее, недостаток мой, который меня безумно раздражает, это мои уши. Во-первых, они огромные. Во-вторых, они оттопырены сверху. Ну, это вообще, я не знаю, меня это очень сильно раздражает. Ну, что это за уши? Ну, что с ними? Почему они не могут быть вот такими? Или уже быть равномерно оттопыренными такими? Ну, что вот это такое? Я не понимаю. На самом деле, они очень большие и оттопыренные кверху. Это странно, на мой взгляд. Вот. Такой вот третий недостаток. Ну, конечно, есть еще другие недостатки. И, опять же, очень сильный мой недостаток, который, как бы, со стороны других людей, но меня он не очень беспокоит, это кривые зубы, кривая нижняя челюсть. Там зубы просто вот как кривой забор, им не хватает места в челюсти, и они очень неровные. И почему-то меня этот недостаток мой не беспокоит. Не знаю почему, но как-то, может быть, конечно, люди, которые смотрят на меня, замечают в первую очередь вот это во мне, но меня это никогда не беспокоило. И даже, вы знаете, такой странный момент с моего детства. Всегда каждый стоматолог пытается это исправить, как бы уговаривает меня, фактически пытается заставить меня исправить, сделать брекеты, но очень таким грубым способом. Когда мне было лет 10-12, несколько врачей мне говорили, да ты сам уж не выйдешь с такими зубами, кому-то нужна будешь, как ты вырастешь, ты будешь такая некрасивая. То есть, понимаете, на самом деле, не знаю почему, но их слова совершенно меня не задели, и я почему-то не комплексую по этому поводу, хотя недостаток очень сильный. Ну и другие, например, вот второй подбородок, мой недостаток, у меня практически нет бровей, они очень редкие тоже, мой недостаток, но спасибо косметике, это можно исправить. Вот, у меня довольно широкие бедра с внутренней стороны, и у меня скапливается журок практически в районе животика, то есть с этим нужно бороться, у меня генетическая предрасположенность к огромному животу, поэтому приходится как-то, ну, обращать на это внимание, и следить за собой. Ну и, в общем-то, и, к тому же, я, если еще говорить о речи, я довольно быстро и невнятно говорю, и еще я букву L иногда плохо выговариваю. Это очень странно, мне кажется, что я не выговариваю там, не сильно так прям шепелявлю, но не выговариваю L, а не R. Меня как-то это очень сильно удивляет. Ну и вообще как-то так... В общем, как бы вы меня поняли. Вот. Теперь о том, что мне в себе нравится. Ну, наверное... Первое, это мне нравится моя талия. То есть как бы ни животик, ни... Вот в этой вот плоскости, а с боков, да, то есть как бы есть вот разница между параметрами моими, такая довольно заметненькая такая талия, нормальная. То есть не прям супер-классная, там какая-то нереальная, а такая довольно хорошая, неплохая. Вот. Мне почему-то это очень нравится, нравится с детства. Ну, как бы у меня довольно рано она появилась, оформляться начало лет 12, и... Не знаю, мне как-то... Мне очень нравится это. Вот. Второй мой самый-самый классный, наверное, достаток, мое достоинство, то, что мне в себе нравится, это мой рост. У меня рост 172 см, и мне кажется, что это практически идеальный рост. Ну, можно чуть поменьше или чуть побольше, даже для меня лично на мой вкус чуть побольше, но вполне 172, мне кажется, прям вот отличный рост. Можно и каблук одеть, можно и без каблука ходить. Ну, то есть такой прикольный рост. Вот. И третий, третья моя хорошая черта внешняя, то, что мне в себе нравится, это кожа. Но не в смысле того, что прям она идеальная, на ней нет прыщей. Мне нравится не прям вот именно кожа на лице и ее состояние, и состояние в данный момент, а мне нравится то, что сейчас она нормального типа, то есть она мне не доставляет хлопот сильных, то есть прям я не вся покрыта высыпаниями, и у меня не так сильно выделяется кожное сало, и при этом она не пересушенная, какая-то дико сухая, которая шелушится. То есть она такая золотая середина. И еще мне нравится мой цветовой тип, так скажем, кожи. У меня такой средний европейский тип, то есть вот цвет моего лица сейчас, сейчас даже у меня тональный крем светлее моего цвета, лица еще камера выбеливает, то есть как бы прям такой, вот это самый светлый практически мой цвет кожи, то есть светлее белый как лист я не буду никогда. Вот лист, для примера. То есть я такая довольно не бледненькая, не сгораю совершенно, и очень быстро загораю. Мне это очень нравится, и как бы загар ложится очень ровно, и вот это мне всегда в себе нравилось, такое вот классное качество, не очень бледная и не смуглая кожа такая, средненькая, то есть такая... Я не могу быть совсем... До черного, наверное, надо загораться, и я прям не очень смуглая, да, но я и не белая такая, белые в синеву, белые как лист я тоже не буду, и мне вот это почему-то всегда в себе нравилось. В общем, если вам понравилось видео, сделайте, пожалуйста, подобное, и спасибо за просмотр. Всех люблю. Пока!